Об оказании медицинской помощи кубанцам почтенного возраста мы говорим сегодня и наш собеседник, заместитель главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Краснодарского края Кущевская центральная районная больница Александр Бабаян. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас в крае медицинская помощь кубанцам почтенного возраста выделена в отдельную категорию. Скажите, почему пожилым людям у нас оказывается такое повышенное внимание? Безусловно, здесь есть несколько причин. Одна из первых, стоит отметить, люди пожилого возраста страдают множеством хронических заболеваний. Обычно это до шести болезней. Они приобретены за долгую жизнь и требуют длительного лечения. Каждому третьему пожилому человеку требуется ежегодное стационарное лечение. А многим из них периодическое долговременное лечение. Вторая причина, что некоторые заболевания наблюдаются лишь у пожилых граждан. Например, болезнь Альцгеймера, остеопороз. Они обнаруживаются, как правило, у лиц старше 65 лет. Третья причина. На Кубани свыше 70 тысяч жителей перешагнули 85-летний рубеж и являются долгожителями. Также наш край стал регионом-лидером в Российской Федерации по снижению уровня смертности. Уже сегодня каждый третий пациент – пожилой человек. Теперь перед кубанскими медиками стоит задача добиться, чтобы жители региона в среднем жили более 80 лет. А уровень смертности значительно снизился. Старение – естественный и неизбежный процесс. Актуальность повышения здоровья пожилых людей основана на том, что сейчас во всем мире наблюдается увеличение продолжительности жизни. И очень важно, чтобы старость была достойной, активной, максимально здоровой, позитивной, работоспособной. И государство призвано обеспечить каждому пожилому человеку возможность активного участия в обществе. Можем ли мы говорить о том, что есть какая-то специальная система оказания медицинской помощи пожилым людям? В Краснодарском крае работает трехэтапная модель медицинской помощи. Она включает в себя амбулаторно-поликлиническую помощь, стационарную, реабилитационную, либо санаторно-курортное лечение. Также проводятся ежегодные медицинские осмотры пожилых людей. Туда входит осмотр различных специалистов, к примеру, терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, взятие различных анализов, регистрация электрокардиограммы и тому подобное. В последние годы в Краснодарском крае особое внимание уделяется развитию гериатрической медицинской помощи. Гериатрия – это медицинская помощь, которая развивается для того, чтобы увеличить продолжительность и, самое главное, качество жизни пожилого человека. При этом важно отметить, что медицинская помощь пожилым людям оказывается во всех учреждениях, во всех поликлиниках, во всех стационарах. И нельзя думать, что если мы развиваем гериатрическую службу, создаем гериатрические отделения, открываем гериатрические койки, что только там будут лечиться пожилые люди, совсем нет. Пожилые пациенты могут лечиться в любом учреждении, в том числе в специализированных, будь то региональный сосудистый центр или травмоцентр различного уровня. Чтобы вы понимали, при обращении пожилого человека к врачу-гериатру пациент получает не только медицинскую помощь. Доктор со своей командой узнает у пациента, как он питается, как меняется его настроение в течение дня, с кем он проживает, как осуществляет прием в ванной, может ли он пользоваться мобильным телефоном и тому подобное. И по всем этим вопросам дает советы и оказывает посильную помощь. А вот это, вы говорите, гериатрическая служба, она давно у нас уже действует? С 2013 года. И получается, эта помощь оказывается во всех учреждениях? Абсолютно, во всех муниципальных образованиях. Нет ли у нас нехватки гериатров? На данный момент гериатрия шагает достаточно широкими шагами, идет. И к 2024 году планируется открытие до 500 коек гериатрической помощи. Основное, это, конечно, госпиталь ветеранов-воин. Ну и также во всех муниципальных больницах, во всех остальных лечебных учреждениях открыты койки, кабинеты, призваны специалисты. А врач-гериатр, он чем-то отличается от своих коллег? Это какой-то особенный врач? Ну, в какой-то мере можно его назвать особенным врачом, потому что он оказывает не только медицинскую помощь. Еще психологическую, да? Да. Ну, как у нас говорится, поговорить. Когда люди преклонного зачастую возраста приходят, очень часто, к сожалению, они одиноки. У них не всегда есть там друзья, подруги или клубы по интересам. И очень часто хочется что-то высказать. И зачастую достаточно просто выслушать этого человека, и это для него будет очень большая помощь. Это какой возраст примерно пациентов в среднем? В среднем около 80 лет. Около 80 лет. Много таких пациентов? Достаточно количество. Женщины, мужчины? Чаще женщины. Вот вы затронули такую тему, как диспансеризация. Для пожилых людей ведь тоже существует диспансеризация? Обязательно. Насколько активно они ее проходят? Конечно. Это одна из самых активных групп, да, групп лиц, для прохождения, ну, проходит которую диспансеризацию. Медицинский осмотр, или как мы называем диспансеризация для пенсионеров, направлено на выявление заболеваний, оценка риска их развития. Процедура предполагает посещение нескольких врачей, проведение анализов и некоторых обследований. Она проводится в поликлинике, куда человек прикреплен по месту жительства. Процесс включает в себя два этапа. По итогам первого этапа врач-терапевт ставит диагноз, определяет группу здоровья пациента и осуществляет консультацию. Пациенты, которые нуждаются в дополнительном обследовании или в консультации смежных специалистов, назначается второй этап диспансеризации, где более расширенный спектр обследования. Задачи, которые решаются в ходе диспансеризации для взрослого населения, подчеркнуть, бесплатной помощи. Это выявление заболеваний. Почему это так важно? Потому что заболевание на ранней стадии выявить, либо предрасположенность к какому-то заболеванию. Но если мы ее выявим, мы вовремя начнем лечить. И шансы многократно возрастают. Вылечить, спасти человека. Но ведь с пожилыми людьми все несколько иначе. У них уже, как вы сказали, приобретенные хронические заболевания. Конечно. Но их тоже надо вовремя выявлять. Зачастую они и живут с хроническими заболеваниями, но бывает, что они не выявлены. Надо выявлять, корректировать. Также, если взять на примере сахарного диабета. Нам важно выявить колебания глюкозы у пожилого человека, откорректировать, что гораздо улучшит его качество жизни. Рассказать, какую диету надо соблюдать, рассказать, какие препараты надо принимать. А что, бывают случаи, когда человек, доживая до преклонных лет, не знает, что у него диабет? Бывают такие случаи, да. Диабет может появиться уже, собственно, и в таком... Да, и в преклонном возрасте. В преклонном возрасте. Они более активны, чем молодое поколение? Диспансеризация сейчас – это массовые мероприятия, и, в общем-то, очень широко проводятся. Да. Хочу отметить, что наши граждане пенсионного возраста очень активно проходят диспансеризацию. Диспансеризацию. Молодежь менее активна. Все спешат, работают. Люди пенсионного возраста, они, может быть, более мудрые, более зрелые, и понимают, что здоровье – это самое главное богатство. Времени, опять же, побольше. Времени, возможно, да. Да, но сейчас и наши люди пенсионного возраста достаточно работоспособны с каждым годом все более и более. Какая помощь оказывается маломобильным гражданам пожилого возраста? Какие для них существуют услуги? Да, вот это очень важная категория граждан – маломобильные пациенты. Пациенты, которые самостоятельно не могут прийти в поликлинику в силу какой-то, возможно, тяжелой болезни. В Краснодарском крае реализуются новые подходы к медицинскому, лекарственному, социальному обеспечению маломобильных граждан. Медицинское обслуживание таким пациентам осуществляется путем организации стационаров на дому. А доставкой лекарственных препаратов занимаются медицинские работники и сотрудники социальных служб. Хочу отметить, что Министерство здравоохранения Краснодарского края уделяет большое внимание развитию системы палеотивной помощи жителям края и оказанию медицинской помощи, к сожалению, неизлечимо больным. Во всех муниципальных образованиях края в поликлиниках работают кабинеты палеотивной помощи. Суть этой работы, что они работают не только с пациентами, работают и также с родственниками. Оказывают какую-то психологическую поддержку, обучают родственников, как правильно заниматься с пациентом. Работают отделения и койки палеотивной помощи. Широко используются выездные формы работы. Специалисты выездных бригад оказывают всю необходимую помощь на дому. Но чтобы было понятно, что вот есть маломобильный пациент. Ведутся всегда четкие регистры. Мы их всех знаем. И с определенной периодичностью, кому-то раз в год, кому-то более чаще, формируются бригады, которые состоят из нескольких специалистов. Терапевт, невролог, опять же, офтальмолог, хирург, лаборант для взятия анализов. Какое-то оборудование нужно. И бригада выезжает к нему на дом. Все специалисты разом его осматривают. Берут анализы, какие нужно. Выполняют какие-либо исследования. И на основании этого уже дают ему рекомендации на дому. Это прям какая-то выездная диспансеризация получается. Все верно. То есть вы их все равно ведете, таких пациентов? Мы их всех не просто ведем, они под особым контролем у нас. Тем более, если они отмелы. Мы их знаем, обязательно. Мы очень тесно работаем с социальными службами, которые бывают кого-то каждый день, кого-то через день, но обязательно посещают, смотрят, помогают приготовить еду. Если мы больше направлены на медицинское обеспечение, социальные службы, на реальную помощь при приготовлении пищи и тому подобное. Помочь помыться. Тоже это бывает проблемой. Много у нас таких людей? Да. К сожалению, они присутствуют. Но с каждым годом мы стараемся все больше и больше внимания приковать к этим гражданам. Какая помощь оказывается ветеранам Великой Отечественной войны? Они тоже в какую-то отдельную категорию у нас? Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев уделяет особенное внимание благополучию пожилых людей, и ветераны всегда на особом контроле. На учете в органах социальной защиты населения края состоит 5 423 ветерана Великой Отечественной войны. Основной медицинской организацией, оказывающей помощь ветеранам, это госпиталь ветеранов войн имени профессора Красовитова. Ежегодно в госпитале получают лечение около 13 тысяч пациентов. Госпиталь тесно взаимодействует с другими медицинскими организациями Краснодарского края, то есть со всеми больницами. С 2013 года в госпитале функционирует телемедицинский центр, где можно связаться с любой больницей, с любым учреждением и провести онлайн-консультацию по видеосвязи. Специалисты госпиталя, мы, например, из районной больницы можем с ними связаться по видеосвязи, и они онлайн нам проведут какую-то необходимую консультацию. Что касается Кущевского района, у нас проживает 17 ветеранов Великой Отечественной войны, и они все под пристальным контролем медиков. К ним домой регулярно выезжают специалисты различного профиля, о чем мы уже говорили. Также осуществляется забор анализов, какие-либо исследования. Отдельно в районе назначен врач, ответственный за здоровье этой категории граждан. Ну и пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности и пожелать нашим героям крепкого здоровья. Да, присоединяюсь к вашим поздравлениям. Давайте теперь перейдем к такому интересному проекту, который реализуется в нашем крае, называется «Кубань. Край долгожителей». Расскажите об этом проекте, что он предполагает, какие мероприятия, вообще что он из себя представляет. Да, проект «Кубань. Край долгожителей» стартовал в феврале 2018 года по инициативе вице-губернатора Краснодарского края Анны Алексеевны Меньковой и министра здравоохранения Евгения Федоровича Филиппова. Программа направлена на повышение продолжительности жизни кубанцев в соответствии с целями нацпроекта здравоохранения. К 2024 году средняя продолжительность жизни, мы должны достигнуть цифры, чтобы была 78 лет. В рамках этого проекта врачи Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн имени профессора Красавитова раз в месяц выезжают в муниципалитеты, чтобы осмотреть и проконсультировать людей преклонного возраста. Как мы уже говорили, что для многих из них визит в поликлинику представляет сложность. Специалисты госпиталя вместе с местными коллегами, куда приезжают в муниципалитет, также посещают маломобильных пациентов, ветеранов и всех пациентов преклонного возраста, кто нуждается в какой-либо помощи. Выдают направление в краевые организации для прохождения какого-то дополнительного обследования. В ежемесячном десанте принимают участие кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог, пульмонолог, врач ультразвуковой функциональной диагностики. Ну и на месте уже измеряется глюкоза крови, холестерин крови, измеряется артериальное давление, регистрируются электрокардиограммы, по мере возможности измеряется рост, вес, даются рекомендации по питанию. Благодаря региональному проекту «Кубань. Край. Долгожители» и медицинская помощь в отдаленных районах стала гораздо доступнее. Также в правительстве Российской Федерации отметили высокую эффективность работы медиков региона по снижению смертности населения. Скажите, а меняется ли менталитет в отношении восприятия своего возраста у нас в стране? Вы знаете, вот я хочу здесь отметить, что с каждым годом мы все более отчетливо понимаем, что возраст не является... Я со стороны, опять же, медицинского работника хочу сказать, что возраст не является абсолютным ограничением к тому или иному виду медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, будь то операция на сердце или эндопротезирование тазобедренного сустава. Но вот на моей памяти в нашей больнице вот только в течение последнего года, что я сейчас могу вспомнить, мы провели операции по замене тазобедренного сустава 94 года, 97 или даже 101 год. Ничего себе, и нормально пациент перенесся? Абсолютно, да. Ведь раньше считалось, что в этом возрасте какие там операции уже особо и лечить-то не надо, да? Да, вы знаете, есть вот на эту тему как раз... Один доктор мне рассказал, что бабушка обратилась в больницу с жалобой на то, что болит колено. И доктор ей говорит, ну что ты, вот уже 8... Колено уже 80 лет. Она говорит, да к второму колену тоже 80, оно не болит. Вот. И мы потихонечку все равно придем к этому. И это действительно правильно. Надо улучшать качество жизни жителям преклонного возраста. Они должны быть более активны. И сейчас есть различные методы лечения. Медицина идет далеко вперед. И если там лет 10 назад мы говорили о том, что ну какая операция, как вот вы заметили, 80 лет, то сейчас этого уже нет. Сейчас будь то там 30 лет, будь то 80 лет, да, есть какие-то индивидуальные особенности, индивидуальные подходы, но все равно они получат свое лечение. И все более часто мы слышим термин «активное долголетие». Это тоже один из проектов. Либо вот тоже, опять же, если взять там 8, 10, 12 лет назад. Но кто бы мог подумать, что старению будет... К этому термину будет приковано столько внимания. Будут различные конференции, совещания, форумы, нацпроекты. Сейчас это нормально. Сейчас это в порядке вещей. Все время продвигаются какие-то проекты, и они дают свои эффекты. Мы все более часто видим людей пожилого возраста, как мы уже говорили, на стадионе. Будь то это шведская ходьба, будь то просто ходьба, какие-либо занятия. Чаще мы видим пожилых людей в библиотеке за книгой. Бывает, что мы их видим в каких-либо учебных заведениях, что они пришли получить образование. И это не обязательно связано, что он пойдет на работу. Просто для себя, для самореализации. Граждане стараются правильно питаться. Если, опять же, взять какой-то период назад, мы прекрасно видели, что люди преклонного возраста стараются экономить на еде. Сейчас, наоборот, они стараются правильно питаться, и мы к этому идем. Также люди пожилого возраста активно начинают пользоваться гаджетами. Может, не так активно, как молодежь, конечно, но все равно пользуются ими. Значит, мы все делаем правильно, это все работает, и могу вас уверить, что это все будет очень активно развиваться и дальше. И дай Бог, потому что мы с вами тоже там будем, рано или поздно. Конечно, всех это коснется. Хорошо, спасибо вам большое за беседу, всего доброго. Пожалуйста, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова